Поэтапно, конечно, все шло. Сначала мы там там реконструкцию провели, потом второй этаж сделали, сделали пекарню на втором этаже, потом тут построили, потом следующий этап построили, ну и тут закончили. Ну как бы все работает, все крутится, все вертится, но мы на сегодня уже сталкиваемся с проблемой, что мощности наши по производству низкие и оставляют желать больше производительности. То есть те машины и оборудование, которые как бы на первом этапе в течение 4-5 последних лет сыграли свою роль, соответственно и по затратам мы не вбухали сразу большие деньги, то сейчас уже можно задумываться о том, чтобы подсобрать деньжат и провести реконструкцию, увеличить мощность очистного комплекса прежде всего. Потому что этот очистной комплекс у нас обеспечивает зерном, чистым зерном и пекарню, также обеспечивает крупяное производство, мельницу обеспечивает и обеспечивает оптовые продажи. Потому что на сегодняшний день, там еще Андрей Валерьевич скажет, рынок биопродукции в нашей стране, ну скажем так, в зачаточном состоянии, люди многие, ну не совсем должным образом его оценивают. Тут приходится заниматься и нам самим для этих целей. Вот у нас есть Даша Соловьева, где она делась? Исчезла, да? Она у нас занимается всеми контактами во всех соцсетях, пиар, менеджеры и все остальное. Она молодец. Вот, да. Поэтому приходится и воспитывать людей, и обучением заниматься, но поверьте, на это тоже требуется деньги. Ну и честно говоря, люди и этим сложно заниматься, совмещать все. Сами мы одни, не перевоспитаем народ. Народ только поймет это самостоятельно, ну с помощью даже таких газет, как ваша. Вот, поэтому приходится часть продукции продавать. Оптом. Естественно, по более низким ценам. Вот. Максимальная рентабельность, которая получается, это получается реализация нашей продукции через хлеб. Это, в общем-то, самый интересный момент. На втором месте, а может даже на первом точно еще не считали, значит, на втором месте стоит у нас производство яйца, скажем так. Все остальное, ассортимент и сопутствующие. Ну, мука хорошо идет. Вот. Последнее, что мы сделали, это мы установили русскую печь, дровяную, в которой практически себестоимость очень-очень низкая. Там затрат только труд пекаря, ну, ингредиенты, мука, ну, все. И дрова. С дровами вообще все просто решается. Лесопилки там, вот, в Воронежской области, они рады, чтобы их забрали просто бесплатно. Стоимость дров, это стоимость перевозки и труда. И все. Вот они приперли, не знаю, сколько у нас угол. Ну, вот, хлеб печен, хлеб реализуется у нас тоже. Сейчас немножко корректируем рецептуры. Опять же, с чем мы столкнулись? С тем, мы сделали классические хлеба, мы сделали христианский, мы сделали полбеной, мы сделали швейцарский и классический, этот самый, Бородинский. Шикарный хлеб, все. Да, ну, он плотный, он такой тяжелый. Но люди к этому уже отучили людей. Уже с ни одного поколения едим этот хлеб, который раздувается. И вот Даша была у нас там на этой выставке-ярмарке, да, по хлебу в Москве. Да, ну, у тех, у кого хлеб воздушный на всех добавках, там оно, как горячие пирожки. Наш хлеб тяжело шел. Так же? Ну, он идет, есть, как бы, люди делятся над болтом, потому что кому-то супер нравится, либо люди не понимают. Нельзя сказать, что хлеб не нравится, да, просто люди не понимают такой хлеб, потому что он непривычен. Ну, мы решили классик в Бородинский оставляем, а остальное чуть-чуть коррекует. Я думаю, что у нас что-то с этим получится. Вот, ну, и будем двигаться в этом направлении дальше. По оборудованию сказал, пекарня работает, пекарня работает у нас 4 дня в неделю. Вот, вторники у нас, как бы, парка хозяйственных день, уборка идет, минеральная мойка всего, оборудование, стен, потолков, полов. В общем, полностью все. Ну, и мы сейчас начали в последнее время выпекать багет, батон отрубной. Чем там еще причем? Батончик, кирпичик, 5 златов, очень интересный хлеб. Там много ингредиентов, вкусный такой, специфический. И тоже очень большая популярность и продажа простых сухарей из биохлеба. Мы эти сухари отдельно печем, отдельно режем и отдельно фасуем, продаем. У нас где же коробочка, там, есть и в больших, там, по 5 килограмм, где заказывают. В общем, все это продаем. Вот. Ну, я думаю, что пока мы здесь в холодочке, наверное, Андрею Валерьевичу, да, пора слово дать? Да, сейчас дадим, давайте вас расспросим, если у кого есть вопросы. А мы давайте так, вопросы мы сейчас подойдем к оборудованию. И цель показана, да, и вопросы. У нас этим всем хозяйством занимается Александр Владимирович. Поэтому он все подробненько расскажет. Ну, и по экономике. Хорошо, давайте, Андрей Валерьевич, если вы готовы, давайте. Здесь подразумевался цех для фасовки муки. Вот здесь линию приобрели. Ну, пока что она в разработке. И фасовка непосредственно по 300 грамм. Аппаратура подключена. Smart AM хороший аппарат фасует, но пока что все не очень механизировано. Поэтому объемы небольшие, пока справляемся, в принципе. Ну, в дальнейшем, ну, основное пространство заняли как склад временного хранения, видите сами. Заказы идут. Здесь временно храним. Ну, вот такие вот мешки, а из них вы потом фасуете в мелкую фасовку, да? Ну, на фасовку отдельно мы делаем. Для фасовки это... Приходит заявка на фасовку, мы поставляем. То есть, а это мешки с логотипом, это уже непосредственно уходит для клиента. Сколько, 30? 25 килограмм. Да. Это уже именно заказанное товаро. Здесь еще лежит. А по 300 грамм это уже... По 300 грамм это, да. Это вот здесь парень у нас занимается. Все отдельное. А какие фасовки здесь, да? Фасовки? Да. Все фасовки. Нет, мука здесь не фасовка. Мука наверху фасовка. Здесь только по 300 грамм фасовка. Крупы и зерновая продукция, которую производим вся. По 300 грамм фасовки. А какие фасовки у нас? Фасовки? Да. Все крупы, которые производим. Овсяная, полбяная, сельтовая, отжарная. Все, что с нашей продукцией. Только био, да? Да, только био. Нет, здесь не биопродукция. Ну, а вот это непосредственно самолиняя подготовки зерна. Ого. Да. И рекомендованные машины. И помпу здесь, и помпу здесь, да? Все здесь чистим, да. Зарекомендованные машины, без куса, безотказные. Все на них приобретается. Рискот, а что это? Доступы. Вот. Это первый этап. Здесь 531-е стоят. Но они более мощные. А нужно так, чтобы вы подошли и целый для первого класса? Более мощная аспирация на них. Поэтому, то есть, первичная очистка идет здесь. Аспирация более мощная. Вытягивает более большие частицы. И доработка идет. Нурья идет на этом. На этом 218-е. Здесь более тонкая. Вообще, они предназначены для мелкосемянных культур. Ну, мы приспособили их под крупы. И если не дочищает, чтобы второй круп не завозить, то да, посылаем сюда. И идет на фотосепаратор, который находится вверху. Можем пройти, посмотреть. Про яма начинается от... Вот эта нурья самая первая подает. Наполняются бункера. Ребята наполняют полный и спокойно работают. Чтобы не следить за подачей. Регулировка, который мы на петкуссах начали. Дальше, на третьих петкуссах, с этих петкуссов, нуля... Ну, это если по необходимости. В большей степени работаем на петру. Ну, а здесь крупа, крупа, хлопья. Да, здесь в основном это под крупы, под крупы у нас задействованы. Ну и фотосепаратор, главная такая машина, которая отделяет по цвету. Можете зайти посмотреть, конечно, сейчас... Да, не только. Почему? Колбу, рушеную, отнерушеную. Самая большая производительность слабит. В зависимости от процесса. Вообще, должен продукт поступать на него. Процента 4 за солью у нас должно быть. Ну, у нас просто проект 10-15%. Поэтому, чем меньше подачу ставишь, тем лучше и эффективнее очистить. Просто только в час. В час, ну, полторы тонны в час. Ну, по разным культурам разно. Самое тяжелое, я же говорю, вот, чечевица от овса и, ну, полбаскельта. Это, конечно, специфические культуры, которые надо отделить. Вот, которые порушилась, та, которая порушилась, и та, которая не порушилась, ее надо отделить. Половинка. По цвету отделяется. Все, что глазу видно, если отличается. Машина настраивается. Программы забиты. Очень мелкие. А, как-то? А, средняя, или менее крупная. Нет, нет, воздух там, к небу. То есть, подводится воздух там. И настраивается, да, программа под каждую культуру отделить. И вот идет поток разрукции. Да, там сканируют. Да, там стоят впереди, там фотофиксация. Сзади и фиксируют темные частицы светлых частей. И вот тут там дает команд. Бункер зерновой стоит на тензодатчиках. Там наверху экран с этим весовой. Красная кнопка, то есть дозировка у человека. Тут, ну, работа тяжелая. Тут мужчина работает. Дозировка есть. Выдают по заказу, считаются. Дают ему сколько зерна. И он там журнал насыпал, кнопку отбил, выработал. Значит, зерно поступает. Видите, лоток ребристый. Там туда подается вода. В потоке воды зерно обмывается. Там оседают примеси, любые примеси на этой, на гребенке. Ну, понятно, зерно хранится на поле. Где-то кусочек там асфальта попал. Где-то что-то еще могло. Ну, это дело такое. Все, и потом заливается, засыпается в деже. Заливается водой 36-38 градусов. И практически где-то 20, ну, сутки где-то стоит. Не сутки, где-то в 2-3 часа дня замачиваем. И с 5-8 утра, с 6-8 утра начинается работа. Ну, потом, таким образом, проросло. Оно проросло. Потом, вот там, сейчас тут не видно, там стоит диспергатор. То есть, такая мясорубка. И измельчает зерно в хлебную массу, зерновую массу. Потом это все делится. Укладываются формы на расстойку и печется. Здесь экспедиция. Отсюда идет выгрузка хлеба на лифте, вниз и на машине. Здесь одна печка стоит, там и вторая печка стоит. Посмотрите. Там выбой, ну, и все укладывается на тележки и охлаждается. Вот там девочка заливает вентилятор большой. Вентилятор, значит, сам вентилятор. Внутри у него вода, там 50-60 литров заливается. И когда он прокачивает воздух через водяной радиатор, вода охлаждается. Вода охлаждает где-то воздух на 5-7 градусов. Если на улице 30, воздух входит на 26-23 градуса. Ну, это охлаждаем хлеб. Плюс на той стороне еще сделали площадку открытую, зашитую москитной сеткой. Там, где хлеб остывает. То есть вопрос остывания очень серьезный. Потому что хлеб потом фасуется в термоусадочную пленку. И если он уйдет туда больше, чем положено, он начинает потеть, конденсировать и зацветать. Но эта проблема, как правило, возникает в летний промежуток времени. Ну, у вас основная масса печется хлеба электрическая, да? Вот это электродизель. Дизель. 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 Вот отсюда начинается движение зерна. Эти бункеры съемные. Этот электропогрузчик подъезжает, вилами их снимает. Сюда загружается из биг-бегов рожь, пол, баспельта. Все, здесь кнопку нажал. Вот там закрыта она. Она двойного управления. Отсюда можно и оттуда качать зерно. Сюда зерно попадает, сколько надо, потрубил себе туда засыпал. Следующую культуру закачал. Следующую закачал. Одну закачали, он включил здесь обратную. Вот. Выкачал назад. Ну, и пошло новое зерно. И вот это вот последнее, то, что мы запустили. Это у нас пекарня. Так, вы не печете. Пирайная, да? Пирайная, да? Пирайная, выйдите к нам, пожалуйста. Так, это наша Ирина Николаевна, наш технолог. Здравия. Здравия. Да. Вот, они тут с новыми хлебами экспериментируют. Это русская печка, швейцарский хлеб, горячий еще. Угу. Какая красота. На дровах, да? Да. Обязательно. Сейчас мы вам покажем. Это христианский. А вот это классика барай-пайский, которого вообще никто не делает. Нет, никто. Нюхайте, нюхайте. Это никто не делает этого хлеба. Это все на нашей закваске. Сами выращиваем. Закваска. Прокачивает. Прокачивает. Это вот русская печка, камень. Дрова уже вычистили. Туда закладывается дрова. Вычищается и на подку кисается. У нас видео есть на ролике. На сайте можно ролик посмотреть. Вот это вот чай печаться. Итальянский хлеб. С большим вкусом. Тоже пакет. Этот хлеб в красотаре где можно грудь его перебирать? Но он еще теплый. Вот такой вот хлеб в красотаре где каких-то магнитов? Магнит. Большой? А вот это колба. Наша колба, которая как раз-таки. Но он еще должен насычь, чтобы запах прошел. Красота в тольник-пятница. Это вот с водой. Чем он отличается, видите, пропечет. Он и стучит. Оба. Цельная сезновая. Вот уже выпекли. Температура там 260 градусов. Все? Весь в этой печи, да? Весь. Вот этот хлеб весь здесь. Лопатой сажается и вынимается лопатой. Это упакованная крупа, там зерно. Ну, настолько оно красивое, настолько оно блестит. Да, как полированное уродины. Ну, и зад нарезался. Думаю, здесь что-то такое. А потом были как-то на выставке. Помню, с тобой были, да, Андрей? Сторезать нельзя. Вы не разрежете? Да. Ну, что, наверное. Рядом с четвертым салоном. Ну, надо. Надо разносить. Смотрю, стоит машина. Спрашу, что такое. Машина полировка. Шлифовально-полировочная машина. И чистит. Внутри стоит шнек, щетка. Поступает зерно. Снизу там отсос воздуха. Они вот сделали специально отсос воздуха. У нас там большая аспирационная колонна стоит. И оттуда подключаем. Весь воздух сосет. Воздух, пыль, мусор. И там шнек прощается. Он каждую бороздку вычищает на зерны. И еще и полирует. Выходит зерно блестящее, красивое. Все. Вот в этом состоянии мы его упаковываем. Сколько стоит этот салон красоты? Салон красоты 5,5 или 6 тысяч евро. Ну, это мы сами заказывали в компании. Сами растамаживали.